Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала Процветок! С вами Юлия Кондратенок, и сегодня мы с вами будем сажать черную смородину. Осень – это лучшее время для ее посадки. Дело в том, что черная смородина – это культура, которая одной из первых начинает вегетационный сезон. И если вы сажаете ее рано весной, даже рано весной, она уже находится в состоянии распускания почек. И при посадке их очень легко повредить. Сейчас же осенью смородина находится в состоянии покоя, почки, соответственно, тоже. Время у нас есть, и поэтому мы посадим этот прекрасный ягодный кустарник. Но сначала немножко познакомимся со стандартами на саженцы смородины. Итак, у хорошо развитого саженца черной смородины должна быть обильная корневая система длиной не менее 20-25 сантиметров с большим количеством обрастающих мелких корешков светлого цвета. У основания корневой шейки должны быть крупные ростовые почки. Именно из них в дальнейшем разовьются побеги, которые сформируют крону кустарника. Должно быть один, два, ну три максимум побега, продолжения, которые выросли в этом году. Не должно быть признаков повреждений, разрывов, разломов или отмирания тканей. Такой здоровый кустик даст, соответственно, и хороший урожай, и прирост, и будет долго радовать вас своим урожаем. Итак, что нам нужно при посадке? Черная смородина предпочитает почвы рыхлые, богатые, достаточно увлажненные, слабокислые реакции. Поэтому в посадочную яму, выкопанную предварительно, мы уже внесли порядка ведра хорошего перепревшего зрелого компоста, полстакана-стакан, в зависимости от того, какая у вас почва и обеспеченность элементами питания суперфосфата, и стакан-два печной золы, которую предварительно желательно перемешать с основной почвой, которую вы будете засыпать веточки. Ну и, конечно, подготовьте воду. Несмотря на то, что осень бывает влажная, и вам покажется, что почва достаточно насыщена водой, полив необходим на такой кустик не менее ведра воды. Как правильно посадить черную смородину для того, чтобы сформировался богатый куст? Если мы просто посадим вот этот саженец как есть, у нас долгое время будет расти только вот 2-3 из этих проснувшихся веточек, и, соответственно, урожай будет небольшой. Чтобы получить богатую крону, в которой будет 5-7 и более плодоносящих ветвей, которые будут заложены уже в первые годы, мы должны посадить ее заглубленно. Для того, чтобы ветки в зоне куста были расположены как можно дальше друг от друга, отстояли, не выходили из одной точки, образно говоря, предпочтительнее сажать смородину под углом. Обратите внимание, если куст наклонен, саженец, выходящие из-под земли побеги будут располагаться на каком-то расстоянии друг от друга. То есть куст получится более рыхлый, более пышный и, соответственно, больше продуваемый. Итак, сажаем смородину слегка под углом, приблизительно градусов 45-50. И обязательно заглубляем. Дело в том, что вот эти вот почки, которые находятся у основания корневой шейки, дадут побеги продолжения только в том случае, если окажутся под землей. Если они окажутся над землей, они, скорее всего, дадут небольшие обрастающие веточки, либо просто листья. Многие спрашивают, насколько нужно заглублять черную смородину. Здесь действует правило ладошки. В среднем смородину нужно заглублять на толщину вашей ладони. Это может немножко варьировать в зависимости от того, какая почва у вас на участке. На песчаной почве легкой можно посадить заглубить чуть больше, на тяжелой суглинистой чуть меньше. После того, как вы посадили смородину, обязательно ее пролейте водой до полного насыщения почвы. После того, как почва осела, подсыпьте немножко еще почвы, выровняйте, обрежьте свою черную смородину на 3-4, можно 5 почек, и после этого тщательно замульчируйте ее компостом, торфом, торфокрошкой, либо перепревшей, хорошо перепревшей органикой. Для чего мы срезаем смородину? Для того, чтобы вызвать усиленное образование побегов возобновления, из которых сформируется хороший пышный кустик. Конечно, в следующем году вы урожая не увидите. Это будут побеги вегетативные. Но они заложат хорошие цветковые почки и уже через год порадуют вас обильным урожаем вкусных и полезных ягод. А черенки, которые остались после обрезки, уже сейчас можно использовать для того, чтобы получить собственный посадочный материал, посадить их в небольшой череночник. После того, как вы обрезали черную смородину, наступает время мульчирования. И здесь снова поможет вам ладошка. Толщина мульчи должна быть порядка толщины ширины вашей ладони. Мульчируем нашу смородину. И если климатические условия у вас очень суровые, то можно дополнительно еще прикрыть молодые посаженные кустики еловой лапкой. Особенно если есть угроза бесснежных зим. На этом все. Процветания вам и вашему саду. Хороших урожаев вашей черной смородине. И до новых встреч на нашем канале. Ставьте лайки, подписывайтесь на наши видео, смотрите наши сюжеты. До новых встреч.